Всем привет, с вами Аронимус и вторая часть прохождения игры Фаренгейт. Если вы помните, в прошлой части, в самом конце, мы получили звонок от брата Лукаса Кейна. Его... Точнее, блин, я забыл, как его зовут. Ну, в общем-то, давайте сначала пройдем... Точнее, продолжим играть за него. Встретим его брата. Также пройдем небольшой... Небольшой... КТЕ. После того, как он стал священником, мы отдалились друг от друга. Но все же он единственный, кому я могу доверять. Единственный, кто может поверить, что я не в чем... Рад тебя видеть. Я скучал. Давно не виделись. Священник-то? Ну, расскажи, Лукас. Маркус, я убил человека. Это случилось прошлой ночью, с Акусочной. Я как будто был одержим, как будто был в трансе, как марионетка на веревочках. Я видел, что делаю, но был не в силах этому помешать. О, боже. Поверить не могу, Лукас. Скажи, что это шутка. Ты не способен на подобное. Отличная шутка для священника. Ты пошел в ресторан один? Да, мы с Тиффани. Расстались около месяца назад. Я стараюсь как можно реже бывать у себя в квартире. Знаешь, без нее там теперь так пусто. Вот так. Это убийство. Как оно произошло? Ну, вчера вечером после работы я зашел в небольшую закусочную перекусить. По-моему, я читал за столиком книгу. А потом все тонет во мраке. Я ничего не помню. До того момента, когда обнаружил себя в туалете с ножом в руке. Это кошмар. Слушай, наркотеты своего брата точно не стоит подозревать. Колдовство или что-то в этом роде, так? Маркус, я не могу этого объяснить. Я просто рассказываю тебе, как все было. Я уверен только в одном. На самом деле убийство совершил не я. Кому еще ты об этом рассказывал? Никому. Я могу доверять только тебе. Я хочу, чтобы ты знал еще одну вещь. Я знаю, это звучит бредово, но... После убийства у меня стали появляться предчувствия. Как будто я вижу то, что еще не произошло. Когда я совершал этот ужасный поступок, я что-то видел. Точнее, кого-то. С тобой кто-нибудь был? Забавно. Нет, это было нечто вроде видения. Я видел человека. Сотни зажженных свечей. А еще там была маленькая девочка. Что со мной творится, Маркус? Что мне теперь делать? Маркус, ты знаешь меня лучше всех. Помоги мне. Слушай, Лукас, я... Я совсем сбит с толку. Это такая странная история. Вот так вот сходили на могилу. Возможно, тебе нужна квалифицированная помощь. Часто бывает, что одержимость является следствием расстройства психики и... Маркус, у меня нет проблем с психикой. Я не сумасшедший. Лукас, я священник. То, что ты отнял жизнь у человека, для меня очень серьезно. Маркус, я же сказал, что это не я. А всем пофигу. Столько лет прошло, но ничего не изменилось. Ты все еще меня не слушаешь. Лукас, не проси меня делать выбор между моей верой и родным братом. Маркус, я не убийца. Ты единственный, кому я могу доверить. Стоит сохранить машину с братом. Потому что потом будет несколько эпичнейших сцен просто. Я сделаю для тебя все, что в моих силах. До тех пор, пока это не противоречит моей вере. Слушай, мне нужно кое-что разузнать. Я позвоню. Держи. Тебе это нужнее, чем мне. Маркус, ты же знаешь, что я во все это не верю. И тем не менее. Нужно его взять. Спасибо. Жизни лишними не бывают. Тем более... Сейчас. Где они? Пацан упал в воду. Он поскользнется. Нужно его остановить. Да, давай. Коп из забегаловки. Если я ничего не сделаю, мальчик погибнет. А если я помогу ему, меня узнает коп. Да плевать. Что же мне делать? Он тебя не видел. Давай спасать пацана. Коп переживут. Итак. Неужели так трудно плавать? Вон он Зио. Он потерял сознание. Да высыщи его. Нужно плыть наверх, пока я не задохнулся. У тебя дохренище времени, не пальцы, чувак. Итак. Сейчас самое сложное. А, нет. Не самое сложное. Фигня. Но сейчас что-то, чего я не понимаю. И нет! Все еще. В общем, сейчас все равно все увидите. Время мальчика истекает. Хотя, нет, нифига не истекает. Еще куча времени. Ну-ка. Давайте. Давайте попробуем его спасти. Хотя можно было бы, конечно, тупо свалить. Сделаем. Что? Что? Почему неудача? Почему неудача? Черт. Я никогда не понимал, что здесь делать. Что? Блин, почему? Почему я не понимаю, что здесь нужно делать? Это же просто. Чувак, извини. Сердце не бьется. Все. Конец. Не, я еще раз хочу. Эй, я знаю, кто ты. Не двигайся. Так заканчивается моя история. Подожди, я еще раз хочу попробовать. Прямо с момента массажа сердца, ну. Так, ладно, попробуем еще разок. Еще разок. Мус. Ага. Нет. Нет. Ага. Ага. Вооот. Хрен не знает, как мне это было щекать. Патруль 324, ребенок упал в воду. Просто нужно с определенным интервалом делать этот массаж. Если бы у него он, ребенок бы погиб. Да, он герой. Он нырнул в ледяную воду, чтобы спасти ребенка. Если бы не он, мальчишка точно бы погиб. Я упил чувака. Он меня узнал. Мы оба это поняли. Трудно сказать, почему он не арестовал меня. Может, он решил, что мы в расчете. Я взял одну жизнь и одну спас. На первый взгляд, ничего не изменилось. Тоже не виситый, что я нашелся. Я не в убийстве. Но когда я уходил из парка, то знал, что снова могу без стыда смотреть в зеркало. Очень правильное решение. Спасти ребенка. Ну что ж, теперь у нас нет выбора. Мы играем за Карлу. Нормальная коповская привычка. Когда я берусь за дело, я не могу думать ни о чем другом. Я так устала, что всю ночь не смыкала глаз. Что-то в этом убийстве не давало мне покоя. Но я так и не смогла понять, что именно. Нормальное, обычное убийство. Давай поболтаем, чувак. Нет? Привет, Карла. Как дела? Привет, Дак. Неплохо. Тайлер уже здесь? Насколько я знаю, нет. Какая резница? Это, конечно, не Норман Джейден, но все равно. Неплохой полицейский. Куда надо вообще говорить? Ну, а вот куда. Карл Валентий. Лейтенант. Эй, Карл, как дела? Да все окей, утихни уже. Мне в свой кабинет зайти. А здесь мне что, зачем? Никого нет. Ну и что, нам сюда. Привет, Карла. Ты не напомнишь своему напарнику, что он должен мне сто зеленых? Я их уже полгода жду. Ничем не могу помочь, Джеффри. Сам с ним поговори. Он меня сторонится, как чумы. И он же только тебя одну слушает. До скорого, Джеффри. Подумаешь, что зеленых тоже нет. Эй, Карла. Эй, Гаррит. Карла, постой. Я получил результаты тестов по убийству в забегаловке. Отлично. Как Тайвер приедет, мы к тебе подойдем. Хорошо. Все утро я буду на месте. Окей. Может, еще восьми нет? Или девяти, или есть? А, я не знаю. Так, какие у нас первоочередные задачи вообще? Давайте выпьем. Вода помогает от депрессии. Замечательно. Что? Штавера все еще нет. Нужно ему позвонить. Да ладно. Зачем звонить? Хорошо, что ни у кого нет мобильных телефонов. Меня так раздражают. Доброе утро, Тайвер. Да? Ты смотрел на часы? О, черт. Лавовая лампа. Шевелись. А ты такой? Сегодня утром к нам придет официантка составлять фоторопот убийцы. Уже иду. Почему она спит, а деда? Да погоди, что я вдруг есть чем заняться. О, йо-йо. Глупость, конечно, но думать помогает. Хе-хе. 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 Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Что за деться? Эй! У меня должно упасть настроение, да? Ладно, давайте попробуем еще раз. Хе-хе. 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 Нееееееет. Нееет. Ламп плевать. Иди нафиг. Хе-хе. 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 Никогда не умел пользоваться им. А у Ширлот тем более. Оп. Это не повысит его на стороне, нет? Печально. Иди что-нибудь в ящике. Ага. Еще бонус плюс 5. К чему это? Что за бонусы? А. Вспомнил. Май-майл. Валюм. Ух ты. Дешевый валюм. Неплохо. Вам. Без разницы. Томми. Все это случалось раньше. Кирстен. И что же это должно значить? Хе. Это кто такой Кирстен? Ай. Плевать. Угу. 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 Социальное неравенство. Ну, оно и понятно. Больше снега. Это мы все читали. Срок у Тиматова Пакистана. Это мы все читали. Да твои из? Почему? А, ладно. Плевать. Давайте поиграем за Тайлера. Квартира Тайлера. Вставай. Ну, полежи еще. Прости, детка. Но мне правда пора. Не жарелся. Хорошо. Иду в душ, одеваюсь и убегаю. Да. Таким образом он дал нам последовательность действий. Четкую. Не наивишь я его квартиру. Я постоянно в ней блуждаю как-то. Да, валим отсюда. Молодец, Тайлера. Иди на работу в трусах. Отличная идея. Хе-хе-хе. Да ладно. Там же все минус 10, чувак. Ты же не знаешь, что будет дальше. Закалка никому еще никогда не мешала. Боже. Ау. Блицы не надо, надеюсь. Нет, не надо. Что еще плюс 10? К чему? Можно я не буду это снимать вот таки все утренние ухождения? Хотя, видимо, все равно буду. Конечно же, черт побери, буду. Просто чтобы снять вообще все. Так, теперь нужно найти, где же ее чертов шкаф. Вот он. Вот он. Вот и он. А что ты там сидишь? А, да чтобы не показывать, как он одевается. Понятненько. Ужасная кофта. Просто чудовищная. Ну и плевать. Сэм опять не в духе. И я знаю, что ее гложет. Сэм? Видели ее лицо в последний кадр? Сэм, иди в постель. Так ты можешь простудиться. Я не замерзла. О, Сэм. Прошу, не начинай. Я сегодня умирать не собираюсь. Я устала жить в страхе. Каждое утро боюсь, что с тобой может что-то случиться. Ну и случится, но что с того. Я тебя понимаю, Сэм. В мире много насилия. Но если все будут сидеть сложа руки, то все вообще полетит к чертям. Когда-нибудь мы с тобой заведем детей, и я хотел бы, чтобы они жили в мире, который был бы... И уедем во Флориду. Или во Флориду. Почему именно ты должен рисковать своей жизнью, Тайлер? Почему бы ты просто не уедешь во Флориду? Я же черный. К моей семье и жить как живут нормальные люди. Почему каждый день я должна думать о том, что ты можешь погибнуть? Сэм, я не создан для такой жизни. Я повидал слишком много жестокости, чтобы вот так внезапно измениться и зажить обычной жизнью. Милая, я знаю, что ты меня любишь, но постарайся меня понять. Хорошо. Подняли себе настроение. Унизили Сэм. Отлично. Пока. Ну не смотри на меня так. А, еще поговорить с тобой? Ладно. Я тебя люблю. Отлично. Отличное утро. И не такого уж отличного дня. Несколько же сейчас времени. Приветствую. О, тебя ищет Карта. Да, я знаю. Ну что, ты готов уйти на пенсию? Да. Я работаю над этим. Отличная музычка. Так. О, Талер, ты посмотри. Как раз тот, кто мне нужен. Из Изи. Вот дерьмо. Помнишь те 100 баксов, которые я тебе одолжил полгода назад? Я был бы очень не против, если бы ты вернул мне их как можно скорее. Как насчет баскетбола? Например, прямо сейчас. А-а-а. Джеффри, неужели ты готов разорвать нашу крепкую дружбу из-за паршивой сотни зеленых? Ты удивишься, но это именно так. Так что гони деньги, пока я не разозлился. Йоу, вот что я тебе предложу. Мы с тобой сыграем баскетбол на 100 баксов. Если ты выиграешь, я сразу отдаю тебе 200 баксов. Если нет, без претензий. Если выиграю, дашь мне две сотни баксов? Я тебе слово даю. Хорошо заметано. Но даже и не думай не заплатить мне, если проиграешь. Потому что... Не волнуйся, когда у меня выдастся свободное время, я к тебе подойду. То есть никогда. Официантка еще и не пришла? Скоро придет. Гарит получил результаты. Сходим к нему? Пальто повешу и тогда пойду с тобой. Хорошо, давай. Может быть он обращается с ее получше? Да нахрен. Хочешь выпить? Не, вот он скажет, ты хочешь выпить? Давай выпьем. Нет, не хочешь. А, нет, хочешь. Окей. А что он нажимает? Эх, как и всем это нравится. Да, мы видим, что у Джеффри не такие уж шансы победить в баскетболе у таймера. Ну и, где же чертов Гарит? Ясно, как пишется его имя. Привет, Тайлер. Как дела, Фрэнк? А, вон она где-то там, Карла. Вот же она. Так, с чего ты хочешь начать? С ножом. Что там с ножом? Снял с него хорошие отпечатки. Они совпали с пальцами на вилке и стакане на столике подозреваемого. Значит, убийца точно сидел за тем столиком. А по лезвию? Как раз хотел сказать, на нем точно есть кровь жертвы, но странность в том, что также там есть и кровь убийцы. Книга. На книге, которая лежала под столиком, были отпечатки? Да. Они совпадают с теми, что были на вилке и стакане. Так что это точно его книга. На вид она довольно старая. Разгоняя, она нам как-нибудь поможет. На чашке кофе ты что-нибудь нашел? Только отпечатки официантки. Да это невозможно. Она была наполовину пустая. Кто-то же из нее пил. И что, ты обо всем этом думаешь? Пока не так уж много. В этом деле просто нет смысла. Здесь что-то не так. Знаешь, в наши дни так много всяких психов, что всегда что-то не так. Да половина этих убийц не знает, почему они это сделали. Мир сходит с ума, Карла. Я тебе точно говорю. Отличная идея. Говорите об этом в полицейском участке. Так и что нам делать? Да. Как раз хотела сказать, на нем точно есть кровь жертвы, а также и кровь убийцы. Хорошо, до скорого. Что? Замечательно. Так, ну что ж. Ну понятно, что делает Тайлер. Нет, ни черта не понятно, что делает Лукас. В банке. Что делает Карл в морге. И Тайлера в участке. Давайте начнем с банка. Это нас немного взбодрит. Потому что здесь будет Эпик. После этих длиннющих разговоров. Я весь дрожал. А мигрень снова сверлила мой мозг. В придачу ко всему этому меня постоянно тошнило. Похоже, мое тело с чем-то борется. Но я все еще не знаю, с чем именно. Да какая разница. Все равно все умру. О, у него же максимальное настроение. Че я? Щас опять кого-нибудь увидит, нет? Нет? Никого не увидел? Замечательно. Пора схраниться, значит. Оп. Итак. Нужно продолжать жить, несмотря ни на что. Не вызывать подозрений. Несмотря на свое состояние, решил пойти на работу, будто ничего не случилось. Угу. Нам сюда. А ничего не случилось. Я отвечаю за обслуживание компьютеров в банке Незер и Джонс. Ага. Я сижу в одной комнате с Уорреном. Кто такой Уоррен? Видик? Ладно, поболтаем. Ты знаешь, который час? Что с тобой такое? Опять идет снег. В течение следующих дней метеорологи предсказывают очередное понижение температуры. У меня хотел поговорить с Уорреном. Черт погоди, а ты мне тут про... про снег. Ну и плевать я хотел. Может быть он хотел сказать что-то важное? А может быть и нет. Неплохо. Оп-зоу! Стоп, стоп. Хм. Что ты сказал? Чего? Ты что-то сказал? Нет, ничего я не говорил. Локас, ты точно в порядке? Я... Я что-то слышал. Как будто читал его мысли. Так оно и было, идиот. Еще крестик? Неплохо. А, это тот же ящик. Что в другом ящике? Фотография. 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 Может быть это понизит твое настроение? Фотография. Фотография. Убийца. Убийца. Фотография. 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 Ну и Стивене еще много всего хорошего будет. Вы не думайте, что они с ним порвали и все такое. Ну вообще, в их делах сердечных мы конец и потом разберемся. Что же теперь? Так. Ну кажется, в компьютере мы сделали все, что нужно. Или нет? Или нужно опять вернуться и опять залезть в компьютер? Зачем я тогда встал? Ладно. Не суть. Опять готовиться к чему? Чему? Зачем? Ну и ладно. Тем лучше. Здравствуйте. Да, ся. Мы работаем. Станция 62 не действует. Я иду. Нет, не надо. Я сам справлюсь. как скажешь идиот куда ты пойдешь это была очень плохая идея попробуем добраться кошмар как здесь люди вообще работают забавно жуки чё нам следственно вальчик что ли клещ сотни их мы пока что десятки идти куда идти-то наслаждайтесь зрелищем черт побери загони ему копье в брюшину вот это галлюцинация черт побери здесь пробелись меня чуть не убил огромный клещ, свалившийся с потолка Стоять, свалившийся с потолок Используется твой укрой Стоять, свалившийся с потолок Стоять, свалившийся с потолок Играет музыка. Интересно, если бы я справился. Две пасти змея. Одна в нашем мире, другая в ином. А где змея? Горя тому, кто увидит обе пасти. Да говорит, это уже по-русски. Локас, что случилось? Ты меня слышишь? Ты в порядке? Весел у нас в банке. Эй, ты поранился? У тебя течет кровь. Я... мне пора. Адова. Я понятия не имею, что случилось. Но в одном я точно уверен. Еще чуть-чуть, и эти твари меня бы убили. Ну, у тебя было пять жизней, так что не пальцы особенно. Но в целом, да, это было возможно. Окей. Что здесь? Тот самый чувак. Ну что же, мистер Путин, от чего же он умер? Итак, начинаем. Если хотите, вы можете подождать снаружи. Если вы не против, я лучше останусь. Я повидала на своем веку достаточно мертвецов. А, как хотите. На теле нет видимых опухолей, на правой руке сломано два ногтя. Он не видел убийцу до самого последнего момента. Он не смог оказать сопротивление. Обширная опухоль в затылочной части черепа. Пролом затылочной кости. Когда я в первый раз играл, я ни одного этого... Он ударился головой, когда упал. ...не прошел испытания. Сильно расширены зрачки. И... Оба. Почему у него расширены зрачки? Что он видел перед смертью? Три ножевых ранения между третьим и пятым ребрами в области сердца. Лезвие вошло глубоко. Вероятно, удары наносили спереди и слева направо. Убийца был в шоке. Один удар почти перерезал аорту. Другие два... Левую и правую коронарные артерии. У него не было ни единого шанса. Лезвие прошло между ребрами и перерезало артерии. Вы думаете, убийца обладал познаниями в анатомии? Возможно, но я сомневаюсь, что человек с познаниями в анатомии мог бы сделать нечто подобное. Нужно быть настоящим безумцем, чтобы обрет человека на такую долгую и мучительную смерть. Он умер мгновенно? Можете только что сказать. Нет, все происходило достаточно долго, три или четыре минуты. За это время мозг умирает от нехватки кислорода. Мозг! В моей практике был только один подобный случай. По-моему, в девяностых. Все было точно так же. Три удара в область сердца, каждый из которых перерезал артерию. Тогда меня это поразило. Я все думал, как такое возможно? Это был... Как же его звали? Карстен или Керстен? Что-то в этом роде. Кирстен. Кирстен? Да, точно, Кирстен. Вам известно об этом деле? Пока нет. Но я точно это выясню. Хм. Ладно, пожалуй, мы можем еще поиграть из тайнера, если успеем. Войдите. Добрый день. Здравствуйте, миссис Моррисон. Спасибо, что пришли. Ты что, все еще в фартуке? Садитесь, пожалуйста. Нормальной одежды у тебя нет? Сейчас мы попробуем составить фоторобот подозреваемого, которого вы видели. В этом нам поможет компьютерная программа. Ладно, это не фартука. Вот, увидите, это совсем просто. Похоже на видеоигру. Вы когда-нибудь играли в видеоигры, миссис Моррисон? Нет. Ох! Как вы справитесь? Главное, чтобы вы постарались и в точности вспомнили, как все произошло. В программе есть подбор нескольких лицевых признаков. Вы перебираете их, пока фоторобот не станет похож на того, кого вы видели. В интересах Лукаса нам, конечно, лучше бы ничего не делать. Так, ну очков-то у него точно не было, не так ли? А, какие у него были глаза. А, тут не так уж много вариантов. Какие-нибудь вот такие, да? Нет, не такие. Скорее, такие. Ну и прически, конечно. В роду у него вообще не было. Или была? А, плевать. Короче, нифига не похоже. Ну, кого это волнует? Кого это, в конце концов, волнует? Ну, пусть будет так. Вы этого человека видели? Ага. Да. Ну, именно таким я его запомнила. Большое спасибо за помощь. Мы разошлем этот фоторобот во все аэропорты и вокзалы и раздадим всем нашим патрулям. Если этот парень все еще в Нью-Йорке, мы его найдем. Вы отлично справились. Почему бы вам не купить себе игровую приставку? Помните, в первый раз у меня было процентов 10-15. Я чувствовал себя опустошенным. После того, что случилось в офисе, я начал думать, что схожу с ума. Я так истощен, что даже не могу заснуть. Я боюсь того, что мне может присниться. Лучше пройдусь по квартире. Пойду спать, когда начнут слепаться глаза. Ну, как же Тиффани? А, она придет завтра? Телевизор. Надеюсь, ты не заснешь. Сегодня в Центральном парке мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка. Мальчик пришел в сознание и скоро полностью поправится. Его храбрый спаситель скрылся прежде, чем приехала скорая помощь. Вероятно, он не хотел известности. Расследование, недавно произошедшего в закусках шефа убийства... Да, давайте послушаем, что-нибудь хорошее, не будем слушать ничего плохого. А лучше еще поиграем на гитаре. Сначала нужно включить усилок. Да, комбик превыше всего. Давай, дисторшн, овердрайв на макс. Так, ну че? Не босса, не фанк. Мне не очень хочется. Пусть бы блюз. Пусть бы блюз. Пусть бы блюз. Я бы сказал что-нибудь, но я слишком сосредоточен, чем победила. Ну и как же мы сыграем? Будет в самый раунд? Да, будет. Пусть бы блюз. Субтитры делал DimaTorzok Ладно, есть я другое времяпровождение Не менее занимательное, а именно... Груша! Избиение груши Ну-ка, давай Давай, сыр Откуда ты взял такую музыку? Ни хрена себе Ты уверен, что на это способен? Ну-ка, давай Ну? Ну? Вообще какой-то хардкорный никельбэк походу Чувак, а с такими способностями ты опускаешься до вшивых ножей? О, вон, Диа, это должно не было Ну, что-то меняется Я стал сильнее и быстрее Мужик, что со мной творится? Должно было понизить твое настроение, чувак Ты не человек! И тем не менее, тебе это нравится, да? Ха-ха-ха-ха, во-во-во Ладно Я, чё, тоже Шекспира здесь валяется Там-та-та-та Там-та-та-та Там, да там, ладно, здесь я все смотрел. Ладно, вроде мы сделали все. Ну и почти все. Новых сообщений нет. А, какая жалость. Если что-нибудь здесь? Не, вроде нет. Все окей. Можно идти уже спать. Залечимся еще. Как это успел переселить простыни? Так говорил Саратустра, Нинши. Нинши, да. Я столько раз перечитывал ее, что половину знаю наизусть. Даже не стал раздеваться, чувак. Так, это ты крутой, да. Тиффани. Откроем ей дверь. Почему бы и нет. Привет. 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 Я пришла забрать свои вещи. Надеюсь, я тебе не помешала. Ай, не пайся, заходи. Нет, просто немного хочу спать. Заходи. Что ж ты ее отпустил-то? Кого там насаде напоминает? Она пришла за вещами, а ты ее усаживаешь совсем, что ли? Где я пойду к ней сутку? Ой, ой, ой. Там две коробки. Не знаю, где они теперь лежат, но их нетрудно найти. Я написала на них свои инициалы. Ну, было бы неплохо выпить, но я выпила нальгина. Как идиот. И теперь мне значить нельзя. Да, плохо, плохо. Где вторая коробка? Не здесь? Это еще? Эх. Мне хотелось с ней поболтать, что ли. Душевно так. Не получилось. Забыл я совсем. Раз коробка. И два коробка. Где? Может быть, просто нельзя сразу взять обе коробки, а во вторая коробка. Нифига себе, что ты их так вот поставил-то? Одну на кухне, другую в спальне. Гениально. Вот. По-моему, это все. Чего, уже поешь? Лукас, все в порядке? Ты такой подавленный. Все окей. Я, я сейчас серьезно влип. Не могу сказать, в чем дело, но все очень серьезно. Лукас, может, я могу тебе чем-то помочь? Да, было бы здорово, но не стоит. Спасибо, что предложила. Поцелуй ее. У тебя все равно плюс пять настроение, какая резница-то. Лукас, я еще не готова. Да пошла ты. Мне нужно еще немного побыть одной. Прости, не надо мне было. Взял и испортил настроение, ублюдок. Спасибо тебе за все. Или нужно было выпить сначала. Не силен я вообще не с девушками, что поделаешь. Черт. До 30. Ладно, доживем. Если бы я сказал, что не хотел, я бы соврал. Может, так было лучше. Просто я ей представить себе не мог, что случится со мной в следующие 24 часа. Что я мог предложить такой девушке, как Тиффани? Да, отпустив ее, я пытался ее защитить. Я пошел спать. Мне ничего не оставалось, кроме как постараться уснуть, дожидаясь завтрашнего дня. Просто бывают такие ситуации в игре, когда у вас понижается настроение неизбежно. И если у вас изначально было плохое настроение, то оно понижается ниже порога, и в итоге у вас просто нет выбора, кроме как переигрывать. Уже старые главы. Такие дела. Ладно, пора спать. И на этом я с вами прощаюсь. До следующей серии. Не знаю, когда она будет, но в любом случае, всем спасибо за просмотр. С вами был Иронимус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok